Сегодня перед началом разговора с нашей гостьей мне придется повторить те же слова, что и несколько месяцев назад, но, как говорится, с точностью да наоборот. Тогда налогово-таможенный департамент напоминал, что до конца апреля еще много времени спешить не нужно, чтобы не допустить зависания перегруженной активными налогоплательщиками системы. Теперь же нас призывают поспешить уладить свои финансовые отношения с государством, поскольку заканчивается срок подачи декларации о доходах. Именно об этом и напомнит Татьяна Клетенберг, специалист отдела государственных услуг налогово-таможенного департамента. Татьяна, добрый вечер. Здравствуйте. На сегодняшний день сколько уже подано деклараций и самое главное, сколько людей еще не заполнили налоговые декларации? На сегодняшний день 746 тысяч деклараций подано. Из них к возврату где-то 226 миллионов евро, 220 миллионов мужиков вернули и 56 миллионов к доплате. Сколько еще деклараций, это сложно сказать, потому что те доходы, которые человек должен сам задекларировать, то есть видно только будет нам уже по декларации. В основном подавали декларации в интернете, да? Да, 98% деклараций подано в нашей электронной среде. Но тем не менее вот эти 2% это бумажные носители? Да, это на бумажном носителе подана декларация. Вот сейчас наверняка очень важный вопрос для тех, кто еще не получил деньги, но декларация уже подана. Стоит ли им переживать? Последний срок возврата подоходного налога это 1 октября, поэтому есть еще время до получения денег. Но если все-таки вы переживаете, что почему деньги не поступили на счет, то я советую зайти в электронную среду на декларацию. И на информационной страничке этой декларации будет информация, в каком статусе находится возврат подоходного налога. А что будет с теми, кто сейчас не подаст декларацию до определенного срока? Здесь нужно как бы тоже делать разницу. Если есть обязанности предоставлять декларацию, то тогда, конечно, обязательно нужно ее к 30 апреля представить. Если она не будет представлена, то департамент где-то летом, осенью будет связываться с этими людьми, у которых декларация не представлена. Если же обязанности предоставлять декларацию нет, тогда и не надо. Когда необходимо предпринимателям, частным предпринимателям подавать декларации? Если человек в прошлом году был зарегистрирован хотя бы хоть один день физическим лицом предпринимателем, то ему обязательно нужно будет подать две формы. Это форма А и форма Е, которая показывает его предпринимательскую деятельность. Если даже не было никакого у него дохода, то нужно все равно с нулем эту декларацию подать. А также должны подавать те люди, у которых были инвестиционные счета, которые занимались криптовалютой, были сделки с ценными бумагами. Они должны, конечно, подать декларацию. Татьяна, если человек подал декларацию и ему нужно доплатить, будет ли какое-то извещение от департамента, если он все сделал и уже оплатил? Если по результату декларации подоходный налог к доплате и декларация сделана в электронной среде налогового таможенного департамента, тогда никакого извещения нет. Он может с расчетом своего подоходного налога ознакомиться в электронной среде. Если же декларация сделана на бумажном носителе, то за месяц до срока оплаты, то есть до 1 октября, мы вышлим извещение об оплате. Еще раз давайте напомним, до какого числа можно подать декларацию и где можно посмотреть всю информацию, что касается декларирования своих доходов? Крайний срок подачи декларации в этом году это 30 апреля. И всю информацию можно будет о состоянии своей годовой декларации посмотреть в электронной среде налогового таможенного департамента, а информацию о подаче декларации на нашем сайте. Татьяна, спасибо, успехов вам. Спасибо. Напомним, что у нас в гостях была специалист отдела государственных услуг налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг, которая напомнила, что срок подачи декларации о доходах подходит к концу. И тем, кто еще этого не сделал, необходимо поторопиться.